Всем привет! Недавно мне написал подписчик такой интересный вопрос. Все вокруг хотят стать бизнесменами, и я чувствую, что мне вроде как тоже надо, но при этом я не чувствую любви к бизнесу, и мне кажется, что я больше хотел бы заниматься программированием. Что мне делать? Конечно, очевидный ответ — не становиться бизнесменом. Но, к сожалению, он не так очевиден, поскольку вокруг все-таки существует какой-то огромный культ бизнесменов и предпринимателей. Если ты предприниматель, ты крутой, успешный человек. Если ты не предприниматель, а не дай бог работаешь на кого-то, то все, ты человек второго сорта, с тобой не о чем разговаривать, и вообще ты полностью неинтересный и ничего не добился в жизни. Это глупость, которую нам специально пытаются запихнуть в голову разные заинтересованные лица, поскольку им выгодно, чтобы мы так думали. Так выгодно самим бизнесменам, поскольку тогда мы будем думать, о, какие они крутые, и будем пытаться брать с них пример. Так выгодно и различным изданиям, которые пишут про бизнесменов, там уже Forbes, потому что тогда вы будете все издания читать, ибо иначе, если они будут писать про обычных людей, читать не будет, не так прикольно, нет такой драмы. Кроме того, это выгодно компаниям, которые построили эти бизнесмены, потому что, о, мы тогда можем говорить все время о нашем крутом бизнесмене, и вы тогда будете читать, а заодно мы можем запихнуть какой-нибудь свой продукт, чтобы вы покупали, потому что построил крутой бизнесмен. Ведь это глупость с точки зрения того, что делать конкретно вам, поскольку жизнь у вас одна, и отвечаете за нее только вы сами, а не всякие различные бизнесмены, издания, компании, кому это выгодно. Решайте для себя. А давайте подумаем теперь, почему бизнесмену становиться не стоит. Есть несколько причин, которые обычно называют, почему я хочу быть бизнесменом, они на самом деле не работают. Часто бизнес сравнивают с такой вольной жизнью, как животное, которое живет на свободе, это в смысле бизнесмен, и животное, которое живет в зоопарке, в клетке и тому подобное, это наемный сотрудник. Вроде как, конечно, животному на воле гораздо тяжелее живется, но при этом оно свободно, оно может много всего достичь. Но на самом деле это сравнение не очень точно. Более точное сравнение, это, да, животное в клетке, которое постепенно может расти. И ты суслика в хорошей компании можешь постепенно стать котом, потом ты можешь стать тигром. И тигром, друзья, очень круто живется на самом деле. А если ты работаешь на себя, ты можешь стать сусликом. А может быть тебя сожрут, а может тебя раздавят, а может быть ты всю жизнь останешься сусликом и не вырастешь. Тебя не раздавят, но ты не станешь никогда никем больше, даже котом. Будешь только сусликом. Вот готов ли ты быть сусликом? Непонятно. Давайте перейдем к причинам, которые обычно называют, чтобы стать бизнесменом. Во-первых, деньги. Конечно, ты будешь гораздо больше срабатывать, если ты бизнесмен, тебе не нужно будет отдавать часть своей заработки дяденьке или тетеньке, и ты можешь сам себя решать. Деньги это круто. Деньги это, наверное, круто, да, при прочих равных, конечно. Но при этом вот это утверждение, что ты будешь больше зарабатывать, оно верно в меньшинстве случаев. В большинстве случаев зарабатывать вы будете меньше. Во всяком случае, первое время, достаточно продолжительное первое время вы будете меньше зарабатывать. Я сам, когда ушел из консалтинга, стал меньше зарабатывать, и даже сейчас, после двух лет, лично я зарабатываю меньше, чем я зарабатывал, когда я ушел из консалтинга. А тем более, если бы я остался в консалтинге и рос дальше, ух, как бы больше я зарабатывал, от чем зарабатываю сейчас. Вы, конечно, можете сказать, что ну просто там, да ты бездарный бизнесмен, и ты без руки, и ничего не можешь сделать. Может быть. Но а какая гарантия, что сможете вы сделать, когда вы станете бизнесменом? В принципе, никакая. Ведь я тоже думал, что я уйду и сейчас покорю весь мир, и буду загребать деньги лопатой. Это не происходит. Не факт, что произойдет у вас. Поэтому подумайте об этом, что больше денег не факт. Больше уважения. Все говорят, что ну бизнесменам быть круто, а наивным сотрудникам быть не круто, и конечно гораздо интереснее смотреть на бизнесмены. Ну не совсем так. Гораздо круче, если ты Цукерберг. Гораздо круче, если ты, например, даже господин Тиньков. Или еще кто-то. Ну такой, который уже много всего добился, уже 100-500 лет бизнесмен и построил успешную компанию. Да. Но если ты бизнесмен, у которого компания совсем маленькая, типа ты и 5 твоих сотрудников, то никто к тебе не будет относиться круче и лучше, чем если ты работал в какой-то престижной компании, занял престижную должность до этого. То есть если вы хотите, чтобы вас больше уважали, явно не стоит становиться предпринимателем, и это придет совсем не скоро. Что касается опыта. Все говорят, ну поработать в компании я всегда успею, а вот стать предпринимателем это бесценный опыт. Да, это бесценный опыт. Но поработать в компании вы не факт, что успеете, потому что компании гораздо хуже берут людей с опытом предпринимательства, чем без такого опыта. Я знаю это не понаслышке, поскольку и мне стали гораздо меньше писать, когда стал предпринимателем, и самое главное, моим студентам, бывшим предпринимателям, гораздо тяжелее пройти скрининг в разных компаниях, потому что они предприниматели, а опыт не тот, который нужен компаниям. Поэтому говорить о том, что работа в компании подождет, я бы не стал. Возможно и нет. Возможно и не подождет. И возможно, что после предпринимательства вы останетесь у пустого корыта. И компанию построить не получилось, и устроиться на интересную работу тоже не получилось. Спрашивается, а ради чего тогда быть предпринимателем? Не ради денег, не ради уважения, не ради опыта. Ради того, чтобы заниматься тем, что интересно. Вот если вам интересно, например, как мне заниматься преподаванием и пытаться построить университет, то, конечно, стоит становиться предпринимателем. И не стоит делать ничего другого. Если же вам интересно что-то другое, например, программировать и разрабатывать, Будьте разработчиком. Если потом получится из этого построить компанию, ну хорошо. Но при этом вы будете меньше программируете, конечно. Если же вам интересно писать код, пишите код. И вы достигнете огромных высот там. Но это, на самом деле, обсуждение говорит о том, что есть смысл смотреть на свою карьеру шире, чем то, что вам диктует общество. Например, быть предпринимателем, или быть консультантом, или быть программистом, или кем угодно. Будьте кем вам нравится. Поскольку жизнь у вас одна, и потом поменять вы ничего уже не сможете. Или это будет гораздо тяжелее, когда вам будет, например, 40. Меняйте сейчас и делайте, что нравится. Если получится на этом зарабатывать деньги, классно. Тогда у вас будет счастливая жизнь. Если не получится, вы все равно будете довольны собой, поскольку вы занимаетесь интересными вещами. Постепенно приложите деньги. Поэтому, пожалуйста, делайте, что вам интересно. А не пытайтесь становиться бизнесменами, или программистами, или предпринимателем, если только вам такое говорят все со стороны. Фома – это ужасное чувство, от которого стоит избавиться как можно скорее. Избавляйтесь. А еще подписывайтесь к нам на канал ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютьюбе. Комментируйте, делитесь видео. В общем, покажите, что вам интересно, что я рассказываю. Я буду вам за это благодарен. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok